Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Сегодня у нас в студии находятся большие гости. Буквально проездом в городе Благовещенске, но если точнее, в пункт их назначения, безусловно, Муравьевский парк. У нас в студии находится основатель Международного фонда охраны журавлей Джордж Арчибальд, а также Сергей Михайлович Смирецкий, директор Муравьевского парка. Здравствуйте! Добрый день! Я действительно рада вас приветствовать. Это большая честь. Я рада, что нашли время в графике, потому что я знаю, что буквально Джордж с коллегами прилетел 26 сентября. Здесь, я так понимаю, насыщенная программа у вас в Муравьевском парке. И дальше буквально завтра уже Якутск. И в 9 утра уже 8 утра самолет. Что успели сделать? Если можно, вот хочу к Джорджу обратиться, потому что, во-первых, я не могу не сказать, что он стоял фактически у истоков основания Муравьевского парка, поэтому для него, я так понимаю, это место какое-то особое. А вот какое место занимает в его душе Муравьевский парк, но это мы только у него можем спросить. Поэтому, пожалуйста, Сергей Михайлович, помогите с переводом. Да, Джордж, Женя introduced us, и сказала, что она знает, что вы были в начале Муравьевского парка, и через все эти годы. And she asked what the place for the park in your soul and your concern about everything and also what you accomplished during this very short visit to the park. Well, I love the park. It's very beautiful. And I was thrilled to see the huge flocks of cranes that have gathered there now before their migration. So it was very exciting. I was only there a short time. And it was, I just added, that there were more than 400 black and more than 170 dwarves in one place. There were a lot of red and Japanese. It's not always so good, I understand, right, Сергей Михайлович? It's about 3000 people, but we still have a lot of people. Yes, it's the largest gathering and they say no, we have more even cranes. It depends on the season and year. Can you share about the goal of this visit to the park and you and Jennifer? I wanted to share the park with one of the benefactors of the International Crane Foundation, and that's Mrs. Jennifer Spears, and so let's introduce her to this project. Well, one of the main goals was to show the park, what it is, what it is, what it is, why it is so interesting to him Jennifer Spears, who is also involved in the совет directors of the Fund, and many people already visited. Because, especially now, when these отношения are very difficult between our countries, it is very important to people who are interested in that the park is far away from the park, to understand what it is and what it is and what it is and what it is and what it is. Сергей Михайлович, you really, at a time, a diplomatic mission, you are a director of the park, you are a director of the park, and there are a lot of people who are interested in the park, and there are a lot of people who are interested in the park, and there are a lot of people who are interested in the park. Сергейstart Cobras established about what's Fulton It was just a story about that. We are, you are coming and any kind of cooperation, partnership and different kind of activities. Мы хотим спросить вам, как парк, между интересными кране фондациями. Мы хотим, чтобы раизы зелёные краны в каптиве и привести птицы в парке для распространения в лесу. Это новый проект, потому что в этом специальном специи зелёные краны будут очень редко. У нас все время проекты идут. И вот один из проектов, который сейчас Джош предлагает, это дело в том, что японский так называемый журавль, сурийский или манджурский его называют, он исчезает просто на глазах, тает. И проблема в основном на зимовках и в местах пролёта, где он останавливается. Но есть задача поддержать популяцию, которая живёт в природе. И Хинганский заповедник большие усилия делает по выпуску. Но есть ещё один источник. Дело в том, что они хорошо размножаются в неволе, но это крупные птицы, их негде держать. И очень важно... Просто нет варьеров таких. Но это дорого. Вот вы знаете, это очень дорого. И это нужны помещения. Это каждый год. Если вы не даёте размножаться, у них буквально психически начинаются расстройства. Вот. Или дети погибли. Поэтому им нужно давать размножаться, если вы содержите в неволе. Но птиц этих девать некуда. Очень важно то, что они выращены родителями. И эти птицы в природе не подходят человеку. К сожалению, очень много случаев, когда выращенные людьми, они к людям идут. А это опасно. И вот Джордж предложил, что зоопарки Европы будут нам присылать годовалых птиц для выпуска природы, чтобы поддержать уже дикую популяцию. То есть, такое временное местонахождение до момента. Привозить, выпускать. Потому что это место хорошее с тем, чтобы они уже прижились. А опять же, вот этот путь доставка. Насколько, да, Джордж, насколько это сложно вообще осуществить? Сколько это стоит, опять же. Сколько это стоит, опять же, Джордж? Я имею в виду, это очень дорого. Я имею в виду. Да, есть много европейских зоусов, которые кооперуют, чтобы поддерживать проект финансово. Джордж бывал в этом году уже несколько раз в Европе, обсуждал эти программы. И несколько зоопарков, в частности, зоопарки Чехловакии и других стран, они готовы оплатить все расходы. То есть, транспортировку оплатить, да? Сюда, да. Потому что сейчас зоопарки – это не место, где, знаете, на слона посмотреть или еще что-то. Зоопарки – это часть программ по сохранению природы. И одна из их миссий – это не хорошее содержание, очевидно, должно быть. Но, кроме того, поддержать проекты, которые в природе идут. И вот это по многим видам идет. По орангутану, по гориллам и так далее. По слонам масса проектов зоопарки поддерживают. И вот они готовы тратить те средства, которые поступают, на то, чтобы привезти сюда жировление. Сергей Михайлович, мы готовы это, понимаете, чтобы принять? Это сложный вопрос. Это все в процессе. Вот Джордж уже договорился… То есть, это обсуждение, да? Да. Джордж уже договорился с зоопарками о поставке. Мы сейчас будем… Вот мы обсуждали этот вопрос и будем продумывать, как это делать. Продолжать, да? Ну, в общем, действительно, интересный проект. Дай Бог, чтобы все реализовалось. Я, действительно, вам искренне от души желаю реализации. Но, тем не менее, не могу не спросить, есть какие-то еще проекты, действительно, в России, опять же, которые заставляют сюда приезжать вот таких специалистов международного уровня. Джордж, я скажу, any other project that in Russia you're doing, that you're involved, and it's a reason why you came, of course. Yeah, we're helping a project in Yakutia with the Siberian cranes. И, значит, большой очень роль как раз фонд Журавлина и Джордж, и другой сооснователь фонда Ронсови, который, к сожалению, рано очень ушел из жизни, сыграли в программе восстановления и сохранения стерха. И вот Джордж как раз по этому проекту сейчас летит в Якутск завтра рано утром. А результат уже какой-то известен по стерхам? То есть насколько удается действительно добиться положительных результатов? И это долгий процесс вообще? Any good results from this project? Yeah. When we started there were only 1,300 cranes, and now they've increased to 4,000, over 4,000. Значит, когда начинался этот проект, было 1,300 стерхов зарегистрировано. Вот сейчас уже около 4,000. А времени сколько? Вот период какой? 30 лет. 30 лет? 30 лет. Вот это да. Но Джордж гораздо... Он многие проекты... Вот сейчас я просто встряну, сказать, что он один из тех, кто сейчас сохранил американского жераля, которого в 41-м году оставалось 15 птиц. А сейчас их около тысячи. То есть абсолютно реально действительно работать над этим. И это большая работа, как мы видим, десятилетиями ведется. Ну, я могу только пожелать вот таких же теплых дружеских отношений, да, и удачного, плодотворного сотрудничества. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам вместе. Thank you very much. And best wishes. And she said it's very important to feel that... I just mentioned about the hooping crane, that it's like from 15 now, it's almost 1,000. That it's real. That if, like, people trying to do something, it could be done. And I hope that people in Blago will go out to see the cranes of Morava of Copark. И он приглашает жителей, как бы в Волговечнинске особенно, в Муравьевский парк полюбоваться журавлей. Ну, действительно, всем нужно поддерживать этот процесс. Спасибо вам огромное. Желаю удачного перелета дальше. Thank you so much. And safe flight. Я напоминаю, что сегодня с гостями был Джордж Арчи Бальт, основатель Международного фонда охраны журавлей, а также Сергей Михайлович Семиренский, директор Муравьевского парка. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова